Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Марат Хубиев, председатель общественной палаты Елена Ляшова, представители профильных министерств и ведомств, руководитель отделения общероссийского общественного движения, комитет семей военного отечества Аида Аннушко и другие. Марат Хубиев поблагодарил членов отделения за сыновей, мужей, отцов и братьев, за каждого бойца, который находится в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции. Он напомнил, что в регионе действует перечень мер поддержки для семей военнослужащих из Карачаев-Черкесии, участников специальной военной операции. Эти меры охватывают как членов семей мобилизованных, так и семи военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Марат Хубиев сообщил, что 10 февраля во всех районах республики пройдут благотворительные концерты, цель которых – сбор средств для покупки инвентаря, который поможет повысить эффективность выполнения задачи СВО. Вместе с тем участники мероприятия отметили необходимость эффективного взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по поддержке бойцов и их семей. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия, прежде всего, направлены на повышение престижа профессии учителя. Об этом сообщила министр образования и науки Карача Чикеси Инна Кравченко. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан Республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. И в продолжении этой темы в Карача Чикеси будет создан клуб «Наставник-09» в рамках года педагога и наставника, в который войдут представители всех городов и районов Республики. Он создается с целью поддержки педагогов, в том числе молодых педагогов школы, инициирование их профессиональной деятельности через взаимодействие с более опытными коллегами, повышение престижа учительской профессии и содействие профессиональному общению. В рамках работы клуба будет организована методическая поддержка педагогов, запланировано проведение семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов и форумов учительского мастерства. Кроме того, у членов клуба появится возможность использования в педагогической практике, подтвердивших эффективность методик и технологии обучения. В рамках проводимой работы будут также созданы условия для расширения знаний, умений и компетенций, полученных педагогическими работниками в процессе профессионального образования. Предусмотрено сопровождение и поощрение работников системы образования Карача-Чикесии, распространение эффективного педагогического опыта и содействие профессиональному общению педагогов региона. Ведомственная целевая программа развития садоводства по закладке мини-садов, запущенная еще в 2019 году, продлена еще на два года. За это время оригинальный мини-сельхоз оказал поддержку 11 сельскохозяйственным, потребительским и перерабатывающим кооперативам, в составе которых 315 личных подворий. В прошлом году программа по закладке мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств реализована в трех районах республики – в Сжигутинском, Адыгихабрском и Карачаевском. А в текущем году поддержка на финансовое обеспечение будет оказана в трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые будут определены по результатам конкурсного отбора. Специалисты филиала Карачаев-Черкеск-Энерго на трех подстанциях республики заменили устаревшие устройства релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные терминалы. Все установлено оборудование отечного производства. Новые высокоавтоматизированные устройства позволяют более оперативно передавать информацию о состоянии оборудования подстанции на удаленные диспетчерские пункты через специальные каналы связи. Это, в свою очередь, помогает за минимальное время определять поврежденные участки энергосистемы, предотвратить развитие нештатных ситуаций и повреждение другого оборудования питающих центров. В частности, оснащены подстанции Усть-Джигута, Горный и Красный Восток. Проведенные работы позволили повысить надежность энергоснабжения около 35 тысяч жителей Усть-Джигутинского, Малокарачаевского и Карачаевского муниципальных образований, которые получают электроэнергию от этих центров питания. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Тему продолжит начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаевске Кесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации и ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогового органа. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов. Все предупреждения о федеральных региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства после согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала госуслуг и на цифровую платформу msp.rf. В случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку. Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП РФ, где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующие согласия на госуслугах. Данную процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в личном кабинете на МСП РФ. В январе этого года больше всего зерна из Карача-Черкесии отгружено в Дагестан. Об этом сообщила старший государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Зинаида Исаева. В январе Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отгрузку пшеницы, кукурузы и подсолнечника с территории Карачао-Черкесии в другие регионы страны в объеме около 9 тысяч тонн. Отгрузки зерновых культур выросли в этом году в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего зерна направлено в Республику Дагестан, почти 3 тысячи тонн продовольственной кукурузы. В Ставропольский край отгружался подсолнечник на переработку, в Астраханскую область кукуруза, а в Краснодарский край подсолнечник и пшеница на пищевые цели. Перед отгрузкой зерна управлением Россельхознадзора отбирались пробы для установления фитосанитарного состояния под карантинной продукцией. И только после подтверждения безопасности на нее оформлялись карантинные сертификаты. За последние три года Школы искусств Черкеска получили порядка 40 новых музыкальных инструментов. В их числе малый концертный рояль, кларонеты, фортепиано, ксилофон, ударная установка, флейты, аккордеон, тромбоны, кавказские гармоники и саксофоны. Например, семь инструментов и набор духовых инструментов в прошлом году по нацпроекту «Культура» приобрела школа искусств номер один «Черкеска», где занимаются более 700 детей. Прокуратура Черкеска провела проверку по обращениям жителей города, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав, об итогах и выявленных нарушениях законодательства Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карача-Чекеси по взаимодействию со СМИ и общественностью. В ходе проверки было установлено, что заявители в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижении 18 лет жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор направил в суд иски о возложении на региональные органы власти обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения. Заявления прокурора судом были рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры. В регионе продолжает работа Федеральная система безопасности и контроля автотранспорта «Паутина», которая позволяет выявить из транспортного потока нарушителей. Она объединила в себе все преимущества всех предыдущих систем фиксации дорожных правонарушений, рассказывает начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД Покрача Чекеси Руслан Бастанов. Данная система внедрена МВД России для оперативного реагирования сотрудников МВД при выявлении разного рода нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения, также совершают какие-то противоправные либо преступные деяния. Данная программа объединила в одно виртуальное пространство все комплексы фото- и видеофиксации, установленные на территории Российской Федерации. В Федеральной службе судебных приставов в России работает голосовой бот с технологией искусственного интеллекта для дистанционного обслуживания граждан. Полина – это имя цифрового помощника, доступно по номеру 8 800 303 400 круглосуточно и готова ответить на любые вопросы, рассказывает заместитель начальника отдела управления Федеральной службы судебных приставов в России Покрача Чекеси Лариса Байчорова. Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов ССП России, позволит повысить качество обслуживания граждан, а также увеличить количество консультаций, что будет очень удобно для граждан, не посещая службу судебных приставов и различные структурные подразделения, получить информацию, не выходя из дома. В случае, если ту информацию, которую предоставил, будет недостаточно, любой гражданин может обратиться на единый номер группы телефонного обслуживания. Там его свяжут с конкретно интересующим судебным приставом-исполнителем. В Республике прошло итоговое собеседование по русскому языку для 5602 девятиклассников из 170 общеобразовательных организаций Покрача Чекеси. Оно является одними из условий допуска к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Продолжительность итогового собеседования для каждого участника составляла 15-16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья – на 30 минут больше. Участникам необходимо было выполнить четыре задания – чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание и участие в диалоге с экзаменатором. В случае получения неудовлетворительного результата участники вправе его пересдать в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки – 15 марта и 15 мая. Проект «Народная дипломатия. Миссия укрепления единства наций и патриотизма» Международной Черкесской ассоциации выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов. Общественники на средства гранта в этом году проведут несколько мероприятий, направленных на укрепление связей с отечественниками за рубежом по изучению родного языка и культуры адыгов. В числе мероприятий также и Северокавказская историко-патриотическая акция молодежи с международным участием, культурно-просветительский лагерь для детей и молодежи соотечников из-за рубежа и субъектов России, а также молодежный культурно-исторический семинар и культурно-просветительская программа. Лучший зимний двор России выберут во время Всероссийского конкурса партии «Единая Россия». В нем может принять участие каждый по номинациям «Лучшие зимние мероприятия во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшие зимние оформления двора». Подать заявку нужно до 28 февраля. До 15 марта жюри рассмотрит заявки и выберет победителей. Совместный проект оригинального отделения Банка России и телерадиокомпании «ГТРК Карачая-Чекесия» предоставляет уникальную возможность жителям республики с полным комфортом обучиться азам финансовой грамотности. Теперь материалы по финансовой грамотности зазвучали голосами журналистов в национальных редакциях радио, среди которых члены Союза журналистов и Союза писателей России и Республики, а также народные поэты. Аудиолекции о грамотном финансовом поведении, способах защиты от мошенников и многом другом теперь можно прослушать на карачавском, черкесском, абазинском и нагайском. Весь пакет, в том числе и на русском языке, размещен в специально созданном разделе на официальном сайте «ГТРК Карача-Чекесия». Герои «Простоквашина» научат подрастающее поколение Карача-Чекесии бороться с финансовыми мошенниками. На экраны вышла первая специальная серия мультсериала «Простоквашина», созданная Союзмультфильмом совместно с Центром финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России. В новом сезоне «Простоквашина» зрителей ждет пять специальных серий. Все они будут посвящены финансовой грамотности. Герои научат зрителей основам построения бизнеса, разумному сбережению, а также правилам финансовой безопасности. Напомним, финансовая грамотность стала визуальной частью школьных программ, и уже более 86 тысяч педагогов по всей стране прошли специальную подготовку для того, чтобы обучать детей основам финансовой, налоговой и бюджетной политики. 11 февраля на главной сцене Архыза в туристическом поселке «Романтик» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка в горах». Гостей курорта ждет настоящий праздник музыки и спорта. Мероприятие проводит радио «Энерджи Пятигорск». Мы считаем, что Архыз – это лучшее место на Кавказе для таких фестивалей. Нашему сотрудничеству уже 10 лет, и менять место мы не планируем. Сноуборд, лыжи, музыка. Ждем всех гостей курорта в эту субботу. Подарим массу энергии и живых эмоций, рассказал главный редактор радио «Энерджи Пятигорск» Константин Новак. С 9 утра и до вечера туристов ждут эксклюзивные сеты от диджеев, конкурсы и призы от спонсоров проекта. В зимнем сезоне гостям Архыза также доступны традиционные развлечения, тюбинга, развлекательный центр, школа керамики, детские площадки, спа и рестораны при отелях. По-прежнему на курорте работают 8 канатных дорог, 27 километров трасс всех уровней сложности, сопутствующие сервисы, прокаты снаряжения, инструкторская служба, учебный склон, детская школа и ремонт оборудования. Ну и в заключение выпуска новости спорта. В эти дни в Черкесске проходит чемпионат и первенство Южного и Северокавказского федеральных округов по тайскому боксу. В состязаниях принимают участие более 320 спортсменов из 14 субъектов России. Турнир продлится до 13 февраля. В республиканской столице секция тайского бокса функционирует в спортивной школе номер 5. На нынешних соревнованиях город представляет шестеро ее воспитанников. В эти минуты на курорте Архыз проходит фестиваль по горным лыжам Кубок Архыза Мастерс, в ходе которого определяют самых быстрых. Инструкторы из разных регионов страны в возрасте от 20 до 70 лет соревнуются в 12 зачетных группах. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по укорочающей кисе облачно с прояснениями, местами снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 9 градусов мороза. На дорогах гололедится, местами снежные заносы. В Черкесии днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра опустится до отметки минус 6-8 и на дорогах гололедится. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!